В эфире «Христианские новости» в студии Инесса Буланкова. Здравствуйте! Перейдем к главным темам. 99-летний афонский настоятель награжден Орденом Александра Невского. Ватикан ищет миссионеров, которых направятся специальные миссии примирения на все континенты. Библия заняла второе место в рейтинге популярных книг мира. Библия заняла второе место в рейтинге популярных книг мира. Портал lovereading.com представил результаты собственного исследования, по которому Библия заняла второе место в рейтинге наиболее популярных в мире книг. При составлении рейтинга учитывали целый ряд факторов – количество переводов на другие языки, количество изданий и копий, распроданных в мире. Количество копий Библии, проданных в мире на сегодняшний день, составляет около 2,5 миллиардов копий. В первую десятку наиболее популярных книг мира, помимо Библии, также вошли произведения художественной литературы. Среди них – Дон Кихот, Мигеля де Сервантеса, серия книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг, «Властелин колец», «Пера Толкена», а также произведения Чарльза Диккенса, Льюиса Кверла и Антуана де Сент-Экзупери. В Ватикан ищет миссионеров милосердия, о которых Святейший Отец пошлет со специальной миссией примирения на все континенты. Речь идет о священниках, которые должны быть живым знаком Отца, принимающего всех, кто ищет Божьего прощения. Эта инициатива вписывается в установленный Папой юбилейный год милосердия. Священники будут посланы Папой в приходы в пепельную среду юбилейного года. Подчеркивается, что они должны быть, цитата, убедительными проповедниками и вестниками радости прощения. Миссионеры будут приглашаться епархиальными епископами своих стран для оживления народных миссий или конкретных инициатив, связанных с юбилеем, с особым отношением к проведению Таинства Примирения. Служители США провели евангелизационные служения в Мексике. На этой неделе евангелисты Виктор Каратеев и Андрей Шаповал провели серию евангелизационных служений в Мексике, сообщает христианский портал Invictory. Миссия Restoration of Hearts and Flame of Fire с церквями «Благодать» города Портланд, «Слово жизни» Филадельфии и христианской библейской церкви Портланда объединили свои усилия, чтобы проповедовать Евангелие, молиться за больных, проводить семинары и раздавать гуманитарную помощь нуждающимся. Также евангелисты провели семинары для лидеров церквей и служителей, где делились с присутствующими практическими навыками евангелизма и распространения Царствия Божия. 99-летний афонский настоятель награжден орденом Александра Невского. Схиархимандрит Еремия Олехин является самым старшим среди настоятелей монастыря в Русской Православной Церкви. Более 35 лет он возглавляет обитель святого Пантелеймона на Афоне. 99-летний игумен русского свято-пантелеймонова монастыря на Афоне, схиархимандрит Еремия награжден орденом Александра Невского. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации. Предыдущими указами главы российского государства игумен был награжден орденами дружбы и почета. В настоящее время в монастыре святого Пантелеймона 70 монахов из Украины, России и Белоруссии. В библиотеке обители находится 1320 греческих и 600 славянских рукописных кодексов и свыше 25 тысяч томов печатных книг. В 2016 году пройдут торжества, посвященные тысячелетию русского присутствия на Афоне. В рамках празднования юбилея по всей России пройдут научные конференции, будут реализованы специальные программы в духовных семинариях и различные издательские проекты. Кроме того, состоится школьная олимпиада, посвященная Святой Горе Афон. Протестанты извинились за уничтожение икон и статуи в эпоху Реформации. Немецкие протестанты выразили сожаление в связи с уничтожением икон, статуй, алтарей и литургического убранства католических храмов во время Реформации. И принесли извинения за действия своих единоверцев в прошлом, сообщил британский католический еженедельник Таблетт со ссылкой на епископа Евангелической церкви в Германии Петру Боссе Хубер. Сейчас протестантское сообщество осуждает эту разрушительную практику, сказала женщина-епископ. Она добавила, что изображения давно стали выражением протестантской набожности. Сторонники Реформации были убеждены, что религиозные объекты являются символами суеверного идолопоклонства. Поэтому в первой половине XVI века иконы и статуи Богородицы и святых, а также витражи с изображениями святых, были удалены из храмов, во многих случаях уничтожены. Наибольший размах борьба со статуями и изображениями святых приобрела в Швейцарии, Англии и на юге Германии. И это все новости на сегодня. До встречи в следующих выпусках. Субтитры подогнал «Симон»